На улице Старошкольная в совхозе России обновляют крыши сразу двух домов. Дома частные, хозяева пенсионеры и просто не имеют средств на ремонт кровли. После обхода главы города Анатолием Пахомовым улиц совхоза было дано поручение помочь сочинцам привести свои дома и дворы в порядок. Конечно, только тем, кто реально не в силах сделать это сам. Как, например, Мария Степановна. Женщина рассказывает, что крышу ей красят уже во второй раз. Первый был до Олимпиады. Спасибо нашему мэру города. Он помогает. Где-то что-то обратись, а он идёт на уступки, идёт на это. Особенно нам, пенсионерам. Мы уже пенсии маленькие у нас. Как идёт работа, сегодня проверил глава Адлерского района. Сергей Петров осмотрел не только дом, но и двор, который женщина делит с другими хозяевами. Тоже нам будет покрасить? Ну да. Это наша половинка. Чтобы вам жить радостно было. Правильно? Да. Подобная работа активно велась до Олимпиады. Продолжается и сейчас. С сентября только в Адлерском районе власти помогли привести к единому архитектурному облику 194 дома. Покрасили крыши, поменяли или привели в порядок заборы. Выгребаем мусор, убираем всё лишнее, чтобы даже с вертолёта или с самолёта было видно, что это ухоженное домовладение, что там живут нормальные, хорошие адлерцы, которые ухаживают за своим двором. Во время обхода Амеретинки глава Сочи обратил внимание руководства района и на состояние заборов. Их установили к Олимпиаде, но не все до сегодняшнего дня сохранили приличный вид. Сегодня ограждения активно ремонтируют, выравнивают погнувшиеся секции, где нужно устанавливают новые. Эта работа продолжится по всему району. Работа крайне важная, ведь Амеретинская долина – это зона международного гостеприимства. Кстати, по итогам обхода глава города дал всего месяц на устранение недочётов.